От имени Национальной библиотеки разрешите поприветствовать вас. Я являюсь заместительным директором Национальной библиотеки Минирсера Нарои. Наш директор пока сегодня разрешил приветственную речь, так как сегодня проходит в кабинете министров отчет по округам первого четверти года. И наш директор держит там свой отчет, поэтому просил меня ввести сегодня, попросил вас, чтобы завтра он со своей зарплатой выступить. В свою очередь я хочу приветствовать наших гостей из России, Соединенных Штатов, Канады, Китая, Ирана, за то, что Азербайджан, Казахстан, может я кого-то забыл, за то, что они нашли время поучаствовать в нашем международном округе. Более 40 участников из зарубежных стран и более 300 наших участников. Я думаю, в течение трех дней мы сумеем обменяться на нашем профессиональном мероприятии со всеми достижениями и перспективами развития нашей информационной библиотечной области. За последние три года, которые произошли с армием 6-й международной конференции Центра Азии, произошли большие изменения в нашей области. То есть был принят закон о информационно-библиотечной деятельности. Были приняты постановления правительства, которые влияют на нашу политику в этой области. Государство, лично, библиотеки государства поддерживают библиотеки. Вам известно, завтра наша циталь будет проходить в новом знании национальной библиотеке Узбекистана, которая построена в прошлом году, и была в заново в господарстве в прошлом году. Я думаю, вы увидите, что со стороны государства, со стороны правительства делают все, чтобы дать толчок, новый толчок, новое развитие библиотечных дел. Национальная библиотека, в свою очередь, является республиканским методическим центром и органом Международного совета по координации информационно-библиотечной системы, и ведет работу со всеми информационно-библиотечными учреждениями в Испании. В 2002 году библиотека получила стать национальной библиотекой. И реформа в 2002 году, в 2006 году образование библиотеки нового типа информационно-библиотечных центров, информационно-исследовательского центра, положили основу этим реформам. А вот уже недавно на заседании Кабинета Министерства принято решение о том, что национальная библиотека переходит в ведение Государственного комитета связи, информатизации и технологий. Это инновация, это новая, кстати, страна на всем мире, что именно в сфере информатизации будет работать одно из самых больших информационно-библиотечных учреждений. Я также вас всех поздравляю с этим событием, что именно бывшая ЛПС-кабинет связи информатизации, ЛПС-косударский комитет связи, прямополучно быть специальным полномоченным органом в области информационно-библиотечных деятельностей. И непосредственно комитет будет сам, я думаю, будет вести в этом плане работы. Я еще раз рад приветствовать вас по нашему куруме. И в свою очередь я хотел бы предоставить слово для приветствия депутату Олимариса, нашему библиотекеру. Хафизе Кулдашни, пока.